Свеча Адвента Вифлеемской И мы сегодня посмотрим с вами опять на три урока Три урока, которые преподнесет нам вторая свеча И давайте откроем вместе с вами первое место священного писания Это первая книга царств Шестнадцатая глава С первого стиха И сказал Господь Самуилу Да коли будешь ты Печалиться о Сауле Которого я отверг Чтобы он не был царем над Израилем Наполни рог твой елеем И пойди Я пошлю тебя к Иесею Вифлеем Лянину Ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе Царя И когда они пришли Смотрите Он, то есть пророк Самуил Увидев Елеава сказал Верно сей пред Господом помазанник его Но Господь сказал Самуилу Не смотри на вид его И на высоту роста его Я отринул его Я смотрю не так Как смотрит человек Ибо человек Смотрит на лицо А Господь Смотрит На сердце И позвал Иесей Аминадава Другой сын Подвел к Самуилу Сказал Самуил И этого не избрал Господь И подвел Иесей Саму Еще один из старших сыновей Сказал Самуил И этого не избрал Господь И подводил Иесей к Самуилу Семерых сыновей своих Но Самуил Сказал Иесею Никто из этих Никого из этих Не избрал Господь Никого Из этих Не избрал Господь И сказал Самуил Иесею Все ли дети здесь? Отвечал Иесей Есть еще Меньший Он Пасет овец И сказал Самуил Иесею Пошли Возьми его Ибо мы Сядем обедать Доколе Ибо мы не сядем обедать Доколе не придет он сюда И послал Иесей И привел его Он был белокур С красивыми глазами И приятным лицом И сказал Господь Встань Помашь его Ибо это он И сказал Самуил И взял Самуил рог с елеем И помазал его Среди братьев его И почивал Дух Господен На Давиде С того дня И После Самый Первый урок Вифлеем Незначительный Городишко В Израиле Бог Избрал Этот город Как Давид Был меньшим Незначительным Сыном У Иесея И даже когда Помазывали на царя Его никто Не пригласил Потому что Ну мысли не было Что это может быть Давид Но почему-то У Бога Есть вот такой принцип Он берет то Чем пренебрегают Люди И что люди Считают Незначительным Вот он это берет И делает это Делает это Значимым Почему? А здесь поясняется Потому что Господь смотрит Не на лицо А прежде всего На сердце Не случайно Когда Волхвы пришли Чтобы поклониться Царю Они ведь пошли Куда? В Иерусалим Пророческий город Известный город Столица И они пошли туда И промахнулись Потому что Мессия родился Не в царском дворце И не в Иерусалиме А в этом В этом маленьком городке Я постоянно Я постоянно Сам учусь Потому что Вот Помимо какой-то воли Вы знаете Все равно ориентируешься На что-то значимое На что-то видное На что-то На что-то внешнее А Бог часто Избирает то Что мы с вами Не замечаем И чему совершенно Не придаем Значения Часто люди В которых нет Ни вида Ни величия А Бог Избирает их И через них Совершает Невероятные Сверхъестественные Вещи И я понимаю Что часто Вот это есть Пренебрежение Уничижение Так хватит Там сиди Ты маленький Вифлеем Что доброго Там может быть Из тебя Да ничего доброго Нет Именно из Вифлеема Приходит царь Именно Давид Самый меньший Самый незначительный Которого никогда Не звали На все важные встречи Именно он Стал великим Помазанником Божьим Величайшим царем В истории Израиля Вот это Первый урок Вифлеема Но на этом Не заканчивается Мы знаем Что После того Как Давид Родился В Вифлееме Спустя Много-много лет Народ Ожидал Нового Давида Который должен Родиться В Вифлееме Ожидал Мессию И вот смотрите Еще одно место Священного Писания Книга Руф Первая Глава Первый стих В те дни Когда управляли Судьи Случился Голод на земле И пошел Один человек Из Вифлеема Иудейского Со своей женой И двумя сыновьями Своими Жить На поля Моавицкие Имя человека Того Елемелех Имя жены Его Наими Имя двух сыновей Его Махлон И Хилион Они были Ефрофяне Из Вифлеема Иудейского И пришли они На поля Моавицкие И Оставались Там Само Слово Которое В русском Звучит как Вифлеем В еврейском Это Бет Лехем Значает Дословно Дом Хлеба И вот смотрите Это же парадокс В доме Хлеба Случился Голод В доме Хлеба Не Не Стало Хлеба Когда мы Были В Израиле Мы заметили Что вообще Вифлеем Он так очень Интересно Расположен Он Расположен На границе Между Терезвычайно Плодородной Землей И таким Пустынным Местом Переходящим В иудейскую Пустыню Вот На границе И наступил Момент Когда Пустыня Победила Не Стало Хлеба Казалось бы Место Избранное Богом Место Благословленное Богом Почему Иногда Господь Благословляет Что в его Избранных Местах Недостаток В Благословленном Им Порой Происходит И нужда Есть Трудные Периоды В жизни Есть Трудные Периоды В жизни Семьи Когда Семья И супруги Ощущают себя Словно Банкротами Вот Как будто Банк любви Истощен Переживали Такие Моменты В семье Бывает Как будто Истощено И Казалось бы Какой нам Смысл Продолжать Дальше Подобно Происходит И в духовной Семье В церкви В жизни Церкви Есть тоже Сложные Периоды Когда Приходится Через Пустыню Переходить Правда же Через Трудности Есть Периоды Атак Когда Словно Все силы Ада Атакуют Церковь Всегда Есть Искушение Все Бросить И Пойти На поля Моавицкие А вот Сам Поля Моавицкие Моав Это Земля Потомка Флота То есть Некий Символ Мира Потому что Дьявол Делает Все Чтобы В то Время Как В Ефлееме Голод Возникала Иллюзия Что В мире Ты сможешь Решить Все Свои Проблемы И Дьявол Создает Иллюзию Что В мире Мы Сможем Получить То Чего Не находим В Ефлееме Ведь в Ефлееме Трудности Да бросай ты церковь Иди куда-нибудь В другое место Видишь В церкви Трудный период Видишь Даже он Пастор какой-то В последнее время Хмурый ходит Зачем тебе Это нужно Он рисует Он рисует Красивые Красивые Картины Уйти На поля Моавицкие И вот Этот человек Со своей Семьей С сыновьями С женой Пошел На поля Моавицкие Смотрите Третий стих И умер Елемелех Муж На имени И осталось Она с двумя Сыновьями Своими Обе Взяли себе Жен Из Моавитянок Имя одной Орфа Имя другой Руфь И жили там Около Десяти лет Но потом И оба Сына его Махлон Нихелион Умерли И осталась Та женщина После Обоих Сыновей Своих И после Мужа Своего На самом деле Все это Благословение Полей Моавицких Это одна Иллюзия Ничего Кроме Гибели Ничего Кроме Смерти Там не Ожидает Все что В мире Это похоть Плоти Похоть Очей И гордость Житейская Хотя Это кажется Как будто Любовь Это выглядит Иногда Как будто Счастье Но проходит Время Иллюзии Рассеиваются И люди Видят Что их Обманули Они Не только Ничего Не приобрели Но то Что было Потеряли Мир Их Полностью Выхолостил И в итоге Это Наимин Осталась Одна Мужа Похоронила Сыновей Похоронила И смотрите Шестой Стих И встала Она Со снохами Своими И пошла Обратно С полей Маховицких Ибо услышала Что Бог Посетил Народ Свой И дал Им Хлеб Знаете Когда Вот эти ситуации Когда Вопросов Больше Чем Ответов Когда Нам Непонятно Что Там Происходит Почему Это Случается Когда Дьявол Начинает Нас Звать Да Бросай Все Бросай Церковь Бросай Семью Бросай Служение Да Бросай Все Даже Может быть Ходи Церковь Ну Хватит Уже Так Вот Всем Тут Заниматься Делает Все Чтобы Ты Ушел Ты Знаешь Очень Важно Хранить Верность Я думаю Что Вот этот Второй Урок Вифлеемской Свечи Это Урок Что Бог Благословляет Верных Не случайно В Библии Знаете Есть такое Место Писания Нет Лучше Той Любви Нет Больше Той Любви Как Если Кто Положит Душу Свою За Друзей Своих Ведь Поймите Чтобы Душу Свою Полагать За Друзей Своих За Ближних Своих За Братьев И Сестер Своих Это Значит Что Трудное Время Бог Не Обещал Нам Что В церкви У верующих Все Будет Тип Топ Все Будет Отлично Никаких Проблем Будут Трудные Времена Когда Мы Будем Нуждаться В Поддержке Друг Друга А Дьявол Будет Делать Все Чтобы Разорвать Нас Разорвать Наши Отношения Разорвать Наши Семьи Разорвать Домашнюю Группу Разорвать Служение Вот Что Делает Дьявол И Поэтому Иисус И сказал Настоящая Любовь Это Не Искать Счастья За Тридевять Земель А В это Трудное Время Полагать Душу Свою За Друзей Своих За Ближних Своих За Здесь нет Ничего Драматического Иисус Говорит О Совершенно Бытовых Ситуациях Что Значит Полагать Душу Свою За Ближнего Своего Что Значит Душу Свою Полагать Отдавать Это Когда Ты Умираешь За Него Но Не Буквально Вот Так Вот Когда Ты Помогаешь Когда Тебе Помогать Не Хочется Ты Полагаешь Душу Свою Когда Ты Терпишь Когда Терпение Уже Быть В одной Церкви А Внутри Полагаю Надо Полагать Душу За Него И Ты Все Равно Терпишь И Когда Казалось Бы Уже В семье Нет Сил Прощать А Ты Полагаешь Свою Душу И Все Равно Прощаешь Что Делать Когда В Вифлеем Нет Хлеба Полагать Свою Душу Друг За Друг Помогать Друг Друг Когда Казалось Бы Терпение Идти Дальше Помогать Идти Дальше Драгоценные Это Это Выход Вот Вот он Урок Вифлеема Про Продолжай Продолжай И Поэтому Слава Богу Что Наиминь Нашла В себе Мудрости Вернуться Вифлеем Потому Что Она Услышала Что Бог Благословил Вифлеем И Третий Урок 17 Глава Книги Судей Первый Стих Был Некто На горе Ефремовой Именем Миха И Был У Михи Дом Божий То есть У нехороших Тоже Бывает Какая Вера И Сделал Он Ефот И Терафим И Посвятил Одного Из Сыновей Своих Чтобы Он Был У Него Священником Такая У него Возникла Домашняя церковь В те дни Не было царя У Израиля Каждый делал То что ему Казалось Справедливым Один Юноша Из Вифлеема Иудейского Вот Заметьте Юноша Из Колена Иудина Левит Жил Там Этот Человек Пошел Из Города Вифлеем Иудейского Чтобы Пожить Где Случится И Я Дорогой Пришел На гору Ефремову К дому Михи И Сказал ему Миха Откуда Ты Идешь Он Казал ему Я Левит Из Вифлеем Иудейского И Иду Пожить Где Случится Ну Сегодня тоже Такие же люди Есть Правильно Не Знать Куда Идет Где Пожить Где Случится Такой Он И Сказал ему Миха Останься У меня И Будь У меня Отцом И Священником Я Буду Давать Тебе По Десять Сиклей Серебра На Год Потребное Одеяние И Пропитание Левит Пошел К нему И Согласился Левит Оставаться У этого Человека И Был Юноша У него Как Один Из Сыновей Его Миха Посвятил Левита И Этот Юноша Был У него Священником И Жил В доме У Михи И Сказал Миха Вот Теперь Я Знаю Что Читаем Дальше Господь Будет Мне Благотворить Потому Что Левит У меня Священником И Вот Этот Главный Вопрос Почему Господь Мне Будет Благотворить Миха Решил Потому Что Левит У Меня Священником Читаем Дальше 18 Глава Не будем читать Все 11 стих И И Отправились Из Колена Данова 600 Мужей Припоясавшись Воинским Оружием Оттуда Отправились Они На гору Ефремову И Наткнулись На дом Дом Михи 600 Человек Из Сынов Дановых Припоясавшись Воинским Оружием Стояли У Ворот Пять Человек Вошли Туда Взяли Истукана Ефот Терафим Литой Кумир Священник Стоял Ворот С теми Шестисотами Человек Припоясанных Воинским Оружием Когда Они Вошли В дом Михи Взяли Истукан Ефот Терафим Литой Кумир Священник Сказал Им Вот Тут Первая Речь Священника За всю Историю Что вы Делаете Они Сказали Ему Молчи Положи Руку Твою На уста Твои И иди С нами И будь У нас Отцом И священником Лучше Ли тебе Быть Священником В доме Одного Человека Нежели Быть Священником В колени Или В племени Израилевым Священник Обрадовался Взял Ефот Терафим Истукан Все свое В чемодан Сложил И пошел С народом Они Обратились И пошли Отпустили Детей И скот И тяжесть Вперед Когда они Удалялись От дома Михи Жители Домов Соседних С дома Михи Собрались Соседние Дачные Соседи С дачных Поселков Собрались И погнали За сынами Дана И кричали Сынам Дана Сыны Дановы Обратились И сказали Михи Что тебе Что ты так Кричишь Миха сказал Вы взяли Богов моих Которых я сделал И священника И ушли Чего еще более Как же вы говорите Что тебе Сыны Дановы Сказали ему Молчи Чтоб мы Чтоб мы Не слышали Голоса Твоего Иначе Некоторые Из нас Рассердившись Нападут И нападут На тебя И все И ты погубишь Себя И семейство Твое И пошли Сыны Дановы Путем своим Миха Видя Что они Сильнее его Пошел Назад И возвратился В дом Свой Вот такая Незамысловатая История Произошла В книге Судей Мы читаем Так вот Смотрите Весь вопрос В том Что Господь Будет Мне Благодарить Потому Что Миха Решил Потому Что Левит У меня Левит У меня Священником Потому Мне Господь Будет Благословлять Если Вы Посмотрите На Самого Миха Человек Который Готов Обворовать Свою Мать Да Человек Видно Скажем Так Невысоких Моральных Устоев Считает Что Ему Нужен Правильный Священник Для того Чтобы Божие Благословения Ограда И защита Пришли На его Дом И что Случилось Да У него Был Священник Левит Но в итоге Этот Священник Левит Когда ему Предложили Более Выгодное Предложение Как говорится От которого Он не мог Отказаться Он Тут же Собрал Всю свою Амуницию Всех Этих Ефот Взял Всех Истукавшим Он взял Своих И пошел Амина Остался Вот И все Тебе Благословение Сколько раз Я вижу Бывает иногда Вот В христианском Мире Есть вот Такое Знаете Мы думаем Вот Если Если Наша Церковь Вот Если Мы Будем Все Время Какого-то Проповедника Слушать Тогда Нам Будет Благословение Или Если Мы Будем В таком Духовном Движении Тогда У нас Так Все Классно Будет И При этом Смотришь На Самих Людей Что В их Жизни Полный Бардак Сколько Я видел Таких Христиан В жизни Полный Беспорядок В семье Полный Беспорядок На Работе Полный Беспорядок А Они Все Ищут Правильного Священника Правильного Пастора Правильного Проповедника И Вот Думайте Если Я найду Правильного Священника Я найду Правильную Церковь Вот Самый Правильный Вифлеем Вот Самого Правильного Левита Из Вифлеем Я найду И Тогда У меня Будут Божьи Благословения Несмотря На Всю Мою Жизнь А Это Неправильно Потому Что Вообще Само По Себе Священник Если Мы берем Не Новый Завет А Ветхий Завет Это Некий Посредник Между Богом И Человеками Это Тот Кто Знает Господа И Мы Читаем Что В Новом Завете Все Христиане Названы Царственным Священством Если Ты Хочешь Божьего Благословения Тебе Необходимо Общение С Богом И Когда Приходит Общение С Богом Приходит Порядок В Жизнь Потому Что Невозможно Иметь Общение С Богом И Жить Не Чисто Обворов Лгать Тебе Необходимо Менять Что-то В жизни Когда Приходит Бог Вы Знаете Проблема Не в том Что Нам Нужны Какие-то Новые Откровения Может Какую-то Новую Проповедь Проблема В том Что То Что Мы Слышим Мы Часто Не Исполняем Одно Слово От Бога Которое Мы Воплощаем В Жизнь Может Полностью Поменять Нашу Судьбу Мне Не нужны Какие-то Новые Откровения Мне Разобраться С тем Что Я Уже Знаю Потому Что Я Вам Скажу Честно Порой То Что Я Знаю От Господа Намного Больше Того Как Я Живу И Главное Что Я Хочу В своей Жизни Бог Дай Мне Мужество Смелости Воплотить В моей Жизни То Что Ты Мне Показываешь А Не Просто Бежать За Новыми Откровениями Нужны Новые Откровения Читай Нагорную Проповедь Эти простые Слова Христа О Прощении Да О Любви И Воплощай В Своей Жизни Легко Прочесть Люби Врага Своего Как Трудно Любить Того Тебя Ненавидит Легко Прочесть Прощай Ближнего Своего Как Трудно Когда Ближний Тебе Нахамил Простить Его Как Трудно Не Раздражаться Когда Тебя Раздражают Если Ты Хочешь Чтобы Бог Благотворил Тебе Воплощай Его Слово В Своей Жизни А не Ищи Себе Правильных Левитов И Священников Воплощай Его Слово В Своей Жизни Бог Благотворит К тем Кто Исполняет Его Слово Это Третий Урок Вифлеемской Свечи И В самом конце Знаете Если говорить О Вифлееме Вифлееме Есть Несколько Пещер Связанных Друг С Другом И Традиционно Считается Что В Одном Из Пещер Там Такой Грод И Родился Иисус Интересно Что Когда В Четвертом Веке Один Из Отцов Церкви Блаженный Иероним Когда Он Жил Он Много Лет Прожил В Пещерах Вифлеема И Именно Там Он Перевел Библию На Латынь Знаменитый Перевод Вульгатта И Иероним Пишет Что Один Из Императоров Разрушил Христианское Святилище Которое Было Построено Там Традиционно На месте Рождения Христа И Сделал Там Алтарь Для Языческого Божества Фамузи Вот Потом Там Было Построено При Константине Было Построено Такая Базилика Церковь И Если Вы Будете В Вифлееме Вы увидите Что Там Базилика Туда Очень Узкий Вход Очень Такой Низкий Вход Сделан Еще Крестоносцами Там Переделанный Чтобы Трудно Было Попасть И Там Есть Специальный Подвал Там Вход Вот Этот Грот Где Есть Звезда Где Традиционно Считается И Родился Младенец Иисус Но Даже Если Вы Никогда Не Приедете В Вифлеем И Не Будете В Этой Базилики И Не Спутитесь В Этот Грот Где Это Сереберная Звезда На Месте Считающимся Традиционно Местом Рождения Нашего Господа И Спасителя Тем Не Менее Мы Должны Усвоить Эти Три Урока Вифлеемской Свечи Самое Первое Бог Благословляет Малое Незначительное И Пренебрегаемое Людьми Второе С Третье Благословляет Благоволение Благоволение Зависит От того Правили ли у тебя там Левит священником Или каких-то обрядов Или ритуалов Наше упование И благословение Не в обрядах И ритуалах Наше благословение В том Исполняем ли мы Слово Божье В нашей повседневной жизни Или нет От этого Зависит Благоволение Господа К нашей К нашей жизни И к нашей судьбе Думай о том Что именно сейчас важно Для тебя И прими решение Что в это Рождество Это изменится Бог не допускает Испытания сверх сил Моя семья Захранится Я Прорвусь К водам Живым Я верю Бог благословит Меня Как бы я Может быть Не был в свое время Унижаем Но Богом Я возвеличен Потому что Я его дитя Просто смотри На эту свечу И верь Что в это Рождество Эта вещь В твоей жизни И изменится Во имя Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа